Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня я хочу испечь тортик сердечко, посвященный к дню любви. Тортик у меня будет последний тренд, как вот цифры делают такого стиля. И хочу коржи испечь медовые. Медовые торты мы делаем, вот из такого теста хочу испечь коржи. Кремы я уже приготовила, у меня есть эти рецепты белково-заварного крема и заварного, они классические, очень быстро делаются и легко делаются. Для моих коржей, медовых коржей, мне нужно 3 яйца целых, 100 грамм масла, 200 грамм сахара, 1 пакет разрыхлителя сделаю, можете 2 чайные ложки соды, но я буду разрыхлитель делать. Нужен мед, 2 столовые ложки или 100 грамм. Муки тут у меня много, 500-600 грамм не нужно и я буду отсюда брать сколько мне потребуется. И будем это все делать на паровой бане. Ну начинаем, яйца я забью не сильно, просто разотру сахаром, пока насыплю 100 грамм, потом добавлю. Я это положу на паровую баню, чтобы этот сахар у меня растопился. Потом добавлю мед, 2 полные столовые ложки меда и разрыхлитель. Здесь у меня 100 грамм масла, добавляю сюда, тоже будет топиться вместе, пусть оно греется, вода не доходит. 2 столовые ложки меда. Это 100 грамм. Сейчас добавлю разрыхлитель, он хорошо гасится медом. Масло сейчас растопится вместе со всеми и буду уже досыпать муку немного, чтобы потом руками вымесить. Вот смесь масла уже соединяется с медом, с яйцами. Надо помешивать, чтобы яйца не свернулись до полного растопления. Будем помешивать и он поменяет цвет. Станет немножко такой карамельного цвета. Пена появилась, потому что тут разрыхлитель. Это очень хорошее тесто. Мы в Грузии бедок называем. Так как он из меда, конечно, но именно вот сокращенно медок. Постепенно буду насыпать муку, соединять, чтобы потом легко было замесить тесто. Муку я просеиваю, понемножку буду сюда просеивать и замешивать пока ложкой, потому что горячей. Потом выложу на стол и буду замешивать руками. Здесь у меня муки больше, килограмм муки. Я не знаю сколько понадобится. Каждый раз по-разному. 500-600 грамм, может больше. Все зависит от вашего масла, от яиц. Сколько муки потребуется, уже на глаз будете смотреть. Каждый раз по-разному. Эта порция выпекается на противень 3-4 коржа, как мы делаем обычно. Но я так как хочу сделать сердечко, конечно, тут меньше надо мне теста. И то, что останется, сделаю фигурчики для украшения. Можно корзиночки испечь. Тут тесто останется. Все, можно это уже отложить и замешивать на столе. Клубнику буду сверху украшать. Тесто очень горячее, пока руками невозможно. Я выложу это на стол и буду замешивать уже на столе тесто. Так как оно еще горячее, надо быть осторожным. И надо досыпать муку. Ложка не нужна, буду руками. Тесто липнет на руки, но постепенно уже будет собираться. Надо стараться меньше потом досыпать. Как только уже соберете тесто, совершенно не липнет уже к рукам. И то, что на столе, я это все, всю эту муку заберу в тесто. Видите, какое тесто хорошее. Хорошо собралось. Сейчас его отложу на минут 5, чтобы отдохнуло. Вот я вырезала такое сердечко. Это будет у меня как бы трафарет. Я буду вырезать по этому трафарету. Сейчас я разделю тесто на равные части, пока пополам. Нарезала я вот так вот. Вот эти три кружочка буду использовать на мою сердечко. Сейчас я его раскатаю, совсем немного припылю. Много не надо. Оно легко отходит, так что не обязательно пергамент. Немножко еще надо раскатать, чтобы получилась эта форма, значит мне нужно сюда в ширину. Все. Сейчас по этому трафарету я вырежу ножиком его сердечко. Вот такое сердечко у меня будет. Сейчас я включу духовку на 200 градусов. Вверх-вниз. Я буду выпекать на этом противне. Все. Один корж я уже достала, уже готовый. Ну, примерно 10 минут ушло. Вторая у меня в духовке и сейчас третья приготовленная уже. Пока выпекаются мои коржи, я заполню мои кулечки силиконовым кремом. Это классический заварной крем. Я его заранее приготовила. У меня есть видео этого рецепта. Ссылка будет под этим видео. И можете посмотреть. Как раз между коржами он прекрасно подойдет. А форма у меня вот такая, просто круглая. Сколько поместится, я туда затолкаю. Это будет у меня между каждым коржиком. Здесь у меня еще второй крем. Пенково-заварной. Я его буду подкрашивать. Тесто у меня осталось. Я разделю пополам. И буду вырезать вот такие формочки, цветочки, звездочки и сердечко. Это для украшения сверху. Тоненькие испеку, потому что между двумя печеньями будет крем. Все буду вырезать парный. Вот пока вырежу такие вот маленькие сердечки. По две штуки, чтобы было попарно. Значит, четыре сердечка сделала. Потом посмотрим, сколько у меня там будет теста. Остальное дорежу. Остальное у меня еще есть тут тесто. Сделаю несколько штук вот таких вот корзиночек. Самой большой вырубкой я буду вырезать кружочки, чтобы застелить корзинки. Потом я их заполню кремом. Я их немножко еще раскрою. И застелю вот в эти корзиночки тартаретки. Все, мои коржи. И вот три коржа я уже испекла. И сейчас начну собирать моим заварным кремом. Пока вот это вот здесь укреплю, чтобы не двигалось. Все. Можно начинать. Как говорила я, круглой формочкой буду вот такие вот пупыришки делать. По всему кругу. Так. Положу сверху второй слой. Не буду нажимать. Вот так вот. И то же самое буду делать по кругу. Вот эти мои формочки. Эти коржи очень сухие сейчас, но оно впитает все и будет очень мягкий при разрезе. Все. Устанавливаю третий слой. И отложу. Мои фигурчики уже тоже готовы. Я их обмажу вот так вот маленькими. Друг на друга. Вот тартаретки тоже испекла. Пока они пусть остывают, я отложу. Я начну уже украшать сверху мое сердце. Сверху буду украшать шелково-заварным кремом. И начну цвета давать им. Они будут у меня разного цвета. Есть фиолетовый, розовый, красный. У меня гелевые красители. Вот по кругу сделаю вот такой вот. Сейчас возьму сиреневый цвет. Тоже почти такая форма. Вот звездочка, но с глубоким вырезом. Сюда я вставлю готовый мешочек с кремом. Сейчас следующий розовый. Розовый положу поменьше. Делаю в палец. так вот эти вот у меня маленькие сердечки вот так вот можно побросать вот я приготовила печенюшки что я испекла вот сердечко вот так вот ставлю вот эти вот звездочки сердечко опять маленькие кружочки вот такие вот здесь сердечко поставлю а сейчас клубнику нарежу пополам все мой торт сердце уже готов вот разноцветные цветочками с клубникой вот маленькими печеньками тесто у меня осталось и на тарталетке вот я украсила и кремом и наполнила всех влюбленных поздравляю днем любви любите будьте счастливы будьте здоровы всего самого наилучшего вам желаю на этом мое видео закончилось надеюсь вам понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите вопросы если у вас какое-то пожелание чтобы я что-то сделала испекла или приготовила обед какой-нибудь постараюсь сделать до новых встреч мои друзья у него там тут Субтитры подогнал «Симон»